Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос воскрес! Воистину воскрес! Рассматриваем жития святых во свете Библии открытым оком. Вопрос 2150. Можно ли по каким-нибудь признакам оценить, насколько глубоко монахи изучали Священное Писание? Ответ. То и удивительно, что много хороших и правильных слов они говорят об изучении Священного Писания. Но что они подразумевают под этим, едва ли поймем. Как же читать, может, Библию, а она только и называется Священным Писанием, и не видеть, что Христос всех посылает в мир нести Его благое Слово? Нигде Христос не гуртовал апостолов и не строил им монастыри. Не расталкивал их по кеновиям, по келям, но вел их в бушующий мир. И падали крепости Ваала. Монахи, быть может, самые главные виновники того, что пришел ислам, что пришли атеизм и коммунизм. Монахи заблокировали самое лучшее и уморили в стенах монастырей. Принять Христа, значит, принять и Его Слово, и по Нему поступать. Монахи любили Бога, жаждали Царства Небесного, но путь туда проложили свой. И дошли ли они, или это только нам подают, так с благочестивым хэппиэндом? Что все они в руке Божией, что было благоухание и слышалось пение ангелов. Под сомнение, никто ничего здесь не ставит, а зря. Да и святые не раз подскальзывались на этих благоуханиях и пении свыше, в кавычках. Матфея 21, 42. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители? Тот самый взялся главой в углах. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Сила Божия в том, что Он послал Сына Своего Единородного в мир. И Он взял на Себя наши грехи и теперь дает спасение нам даром. Ефесянам 2, 9. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Без наших пустынных и иноческих подвигов. Если бы монахи знали Писание. Они бы говорили об этом и не заманывали людей в пустыне. И сами там не сидели десятки лет, скрываясь от повеления Божия идти в мир на проповедь. 1 Фессоникисом 1, 8. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Слово пронеслось. Проповедь. А они все напоминают капитанов, которые, страшась бурей, загнали корабль в порт, потом в узкую бухту, а потом по стапелям вытащили корабль в дремучие леса, и там без бури сохранились, поубивав бывших на корабле жен. Марк 12, 24. Иисус сказал им в ответ, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания ни силы Божией? Арсений Великий, 8 мая. Один брат сказал преподобному, честной отец, я изучил много книг и псалмов и хочу с умилением сердечным прочитывать их, но не имею умиления, потому что не разумею силы Священного Писания и весьма скорблю об этом. Преподобный отвечал на это чадо, тебе должно непрестанно получаться в чтении Слова Божия, хотя бы ты и не разумел силы его и не имел умиления. Я слышал, как говорил Ава Пимен и прочие отцы, что очарователи змей сами не понимают тех слов, которые они говорят, однако же змеи, слыша слова их, укращаются, как бы понимая слова их, и беспрепятственно отдаются в руки их. То же самое можем сделать и мы, хотя бы и не разумели силы Священного Писания, ибо когда мы имеем в устах своих слова Священного Писания, тогда демоны, слыша их, приходят в страх и бегут от нас, не вынося слов Духа Святого, говорившего через рабов своих пророков и апостолов. Эпифания, 12 мая. Вместе с даром чудотворения и многими иными Господь наградил своего верного раба великим даром знания и истолкования Божественного Писания. Считая его братьям, он ясно и для всех понятно разъяснял его. Наконец, святость жизни и чудеса привлекли к Антонию в пустыню многих подвижников. Они поселились близ него и приняли за образец правила, данные Антонием, что и было началом монашеского жития. Василий Великий, 1 января. Архиепископ призвал после всего к себе Василия и Евула и начал рассуждать с ними о Писании, желая узнать, насколько они понимают его. Слыша их речи, он дивился глубине их премудрости и, оставив их у себя, относился к ним с особым почтением. Далее, Серафим Саровский, 2 января. Серафим знал наизусть множество церковных песнопений, кое любил воспевать среди трудов своей безмолвной жизни в пустыне. Причем некоторые, наиболее близкие к преподобному люди, замечали, что многое из этих песнопений имели наибольшее приложение к местности, к его уединенному и иноческому доброделанию. Самой первой книгой для него было Святое Евангелие, с которым он никогда не расставался, нося его с собой, собеседование с Богом, духовная самоуглубленность и огромная насчитанность в священном Писании и душеполезных книгах. Озарили ум его таким светом, что он ясно понимал и всей душой проникал в смысл Слова Божия. Он поставил себя в пустыне постоянным правилом, ежедневно прочитывать с изъяснением для себя по нескольку зачал из Евангелия и апостола. «Душу снабдевать», — говорил он впоследствии, — «надобно Словом Божиим, ибо Слово Божие есть хлеб ангельский, им же питается душа Бога алчущая». Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От чтения Священного Писания бывает просвещение в разуме, которое оттого изменяется изменением божественным. «Надобно так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, по руководству которого должно устроять и жизнь свою». Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитывать всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека своей милостью, но исполнит дар разумения. И Святой Старец от непрестанных упражнений в чтении Слова Божия стяжал в себе этот благодатный дар разумения, а вместе с тем мир душевный и высший дар сердечного умиления. В Священном Писании он искал уже не одной истины, но и теплоты Духа. И нередко за священным чтением из его глаз стекли слезы умиления, от которых человек, по собственному признанию старца, согревается весь и исполняется духовным дарованием, услождающих ум и сердце паче всякого слова. Антоний Великий, 17 января. Хотя преподобный Антоний Великий и не получил образования, но для него училищем были священное писание и природа, а учителем благодать Христова, более и более озарявшая его по мере самовмершления и его подвигами. Феодосий Великий, 11 января. «Посему и тогда, когда кого-либо ласково вещевал, он был, однако, страшен для многих, и когда кого-либо обличал, был любезен и обходителен. Удивительным в нем было то, что, не будучи научен мирскому любомудрию, и не будучи сведущим в греческих книгах, он излагал поучения с такой обстоятельностью, что с ним не мог сравниться никто из состарившихся над книгами, и в совершенстве изучивших ораторское искусство. Ибо он учил не от человеческой мудрости, но от благодати Духа Божия, тайно вещающего к нему, как к другому Иеремии». Иеремия 1, 9. «И просел Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста Твои. И говорил блаженный еще много душеполезного, иной от себя, иной от апостольских изречений, хотя он был во всем кроток нравом, однако там, где совершалось насилие над благочестием, он был подобен палящему огню, или рубящей секире, или неодолимому воинскому оружию». Пахомий Великий, 15 мая. Святой Пахомий пользовался всяким случаем, чтобы сказать слово назидания тому или другому брату. Но кроме этих частных бесед, он обыкновенно говорил еще три общих поучения в течение недели. Одно в субботу, а два в воскресенье. Он заповедовал, чтобы всегда начальник монастыря составлял и произносил три поучения в неделю. Кроме трех поучений, начальника монастыря, во время субботних и воскресных собраний иноков обязательно в два седьмичные поста, то есть в среду и пятницу, говорили поучения своим монахам начальники домов. Иноке всякий вечер собирались для духовной беседы и вообще любили назидать друг друга теми уроками, какие каждый извлекал из чтения Слова Божия и из наблюдений над жизнью тех или других людей. Иноке любили повторять изречения Священного Писания и размышлять о них. Поэтому при взаимных беседах они всегда могли назидать друг друга мыслями и словами Библии. Праздных бесед и пересудов мы не видим в Тавениссе. Дмитрий Ростовский, 21 сентября. Под руководством знаменитого полемического богослова Галятовского Даниил в совершенстве изучил те приемы и обороты речи, которые невольно поражали потом его поучениях и приобрел ту энергию и непобедимую силу убеждения, которые явились впоследствии в борьбе с раскольниками. Свободный от школьных занятий времени он проводил чтение Священного Писания, творений и житий святых мужей и в молитве. Трифилии, 13 июня. Однажды по нуждам церкви в Кипре происходило собрание всех епископов острова. На этом собрании присутствовали святой Спиридон и святой Трифилии. Муж сведущий, книжный, ибо в юности много времени учился в Берите. Поэтому отцы собора просили святого Трифилия, чтобы он произнес в церкви поучение к народу. Во время проповеди ему нужно было привести слова Христова, обращенные к расслабленному, и записанные святым евангелистом Марком. Марка 2, 11. «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Причем святой Трифилий изменил буквально изречение евангельское, назвал постель ложем. «Восстань и возьми постель твою». Святой Спиридон, не вынося изменения слов Христову, сказал Трифилию. «Неужели ты лучше сказавшего, Одр, что стыдишься слова его?» Вслед за этим он открыто перед всеми покинул храм. И ничего не было предусыдительного в этом поступке святого Спиридона. Будучи человеком некнижным, он своим обличением пристыдил Трифилия, гордившегося своим красноречием. Научил его смиренно мудрию и кротости. Досифей, 19 февраля. Однажды он пришел к преподобному Дорофею и просил его объяснить одно место из священного писания. Ибо, ревнуя о просвещении ума своего, он начал размышлять над некоторыми местами священного писания. Но его наставник не хотел, чтобы Досифей упражнялся в изучении писания, так как боялся, что тогда он возмечтает о себе и не сохранит смиренного сознания своей нищеты душевной. Посему на вопрос ученика преподобный Дорофей отвечал «Не знаю». А в другой раз, когда Досифей снова пришел к своему наставнику и спросил его о другом месте священного писания, он получил такой ответ «Пойди к Игумену и спроси его об этом. Я же не могу тебе объяснить». По вину и с повелению наставника своего блаженного Досифей отправился и к Игумену. Мава Дорофей предупредил Игумена «Если придет к тебе отче Досифей и станет спрашивать о разных местах священного писания, нанеси ему удар». Когда Досифей пришел к Игумену и просил его объяснить непонятные места священного писания, Игумен начал наносить ему удары, говоря «Зачем ты не молчишь, если ничего не понимаешь? Зачем ты осмелишься спрашивать осемь? Не должен ли ты больше заботиться о своей чистоте, вместо того, чтобы заниматься испытанием писаний?» Затем еще ударил его дважды полонитом, Игумен отпустил его. Возвратившись к отцу Дорофею, преподобный показал ему свои покрасневшие от удара ланиты и сказал «Игумен нанес мне удар так же и по спине» и больше ничего не прибавил. Он не стал укорять своего наставника, не сказал ему «Зачем ты не вразумил меня? Зачем послал меня к Игумену?» Нет, ничего подобного не сказал блаженный Досифей. Он все, что приказывал ему наставник, его принимал с веры, и тотчас исполнил его повеление, без всякого рассуждения. Вопрос 2151. «Призыв к проповеди всех и всем несет в себе семени удовольствия многих, ибо не все же будут принимать Слово Божие. А вот святые говорят, что надо быть тихим, стяжать, приобретать, сподобляться, чтобы добыть дух мирный, и тогда возле тебя многие спасутся. Против Иеронима воевали свои, называли его еретиком. «Ануфрий стяжал духа, но где тысячи?» Ответ. «Ничего подобного в Библии никогда не было и нет. Это тебе скажет любой, кто любит Библию. А во-вторых, это изречение вообще неверно в корне. Если ты милен, то люди еще будут возле тебя. Не тысячи, но человека два. Но когда заговоришь, они извлекут мечи, так как Слово Божие в них не вмещается». Псалом 119. «Я мирен, но только заговорю, а они к войне». Матфея 10, 34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Иоанн 8, 37, 40. «Знаю, что вы семь Авраама, вы, однако, ищете убить меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога». Авраам этого не делал. Все, что пишется в житиях, нужно проверять по Библии, а не доверяться по-младенчески. Библия говорит как раз наоборот тому, что изрекают святые. И это очень часто так. «Экхрисиас 3, 14. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его». «Огорчительны для каждого истинного верующего, что руководители духовные отвергают Библию, Слово Божие». Иеремия 7, 19. «Но меня ли огорчают они, — говорит Господь, — не себя ли самих к сыду своему?» Серафим Саровский, 2 января. «Однажды, после продолжительной беседы с инакомианом, с младенческой доверчивостью, относившимся к святому старцу, о житии святых Божьих, их дарованиях и небесных обетованиях, последний несколько раз повторил ему, «Радость моя, молю тебя, стяжи, Дух мирен, и тогда тысячи душ спасется около тебя». Феодосий Печерский, 3 мая. Спустя некоторое время Феодосию пришлось услышать в церкви евангельские слова. Матфея 10, 37. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня». Луха 8, 21. Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои суть, слушающая Слово Божие и исполняющая его». Воспламенившись к подвигам этими словами, Феодосий тайно ушел из дому в город Киев. Здесь он услыхал о строгой подиноческой жизни в пещере преподобного Антония. И, заинтересовавшись рассказами о нем, восхотел посетить преподобного старца. Придя в пещеру к Антонию, Феодосий пал на колени перед ним и со слезами начал упрашивать принятие к себе для иноческих подвигов. Преподобный же Антоний, выслушав его, так отвечал ему, «Отрах, ты видишь, как мрачна и тесна сия пещера. Ты не вынесешь здешних неудобств». На это Боговдохновенный юноша с умирением отвечал, «Бог меня привел в твою святую пещеру, ясно предуказывая, что мне должно спасись через тебя. Я буду исполнять все, что ты мне не прикажешь. Тогда преподобный Антоний с любовью принял его к себе и благословил, отдал на попечение образованному священнику, блаженному Никону, который скоро и постриг юношу выночество. «Я не осмелился прийти к тебе, отче, думая, что ты, гневаясь, не пустишь меня в свой монастырь», сказал князь преподобному. Преподобный же отвечал ему, «Что значит, благие владыка, наш гнев при твоей власти? Но нам подобает обречать и говорить то, что спасительное для души. Вам же следует слушать это». Они вошли в церковь и помолились, а затем преподобный Феодосий долго получал его от божественного писания, рассуждая о братской любви, так как князь винил во многом своего брата. Симеон Девногорец 24 мая «Не спошли мне Духа твоего святого, дабы я возвестил людям слова жизни вечной». В то время, как святой молился так, на него сошел Дух Святой с неба в виде свечи горящей и преисполнил сердце его премудростью, разумом, так что святой начал многое говорить, поучая всех от божественного писания. Никто не мог противиться премудрости, обитавшего в нем Духа. И не только устами, но и в письменами святой поведал много душеспасительных бесед об иноществе, покаянии, воплощении Христовым, о будущем суде. Кроме того, он истолковал многие неудобно в разумительные места священного писания. Иероним Стридонский 15 июня В 374 году Иероним решил поселиться в сирийской Фиваиде, в пустыне Халкидонской, к востоку от Сирии. Здесь он пробыл почти пять лет, живя, вероятно, в каком-либо монастыре и по временам оставляя его для пустынного уединения, одобряя общежитие и советуя его другим, блаженный Иероним, как показывает его жизнь Павла Отшельника, питал в то же время особенное уважение, граничившее с благоговением, к тем подвижникам, которые поселялись поодиночке, в отдаленных местах пустыни, находили себе приют в горных пещерах. Иногда они по нескольку лет не видели человеческого лица, и лишь дикие звери до скорпиона нарушали их уединение. Сейчас в названном сочинении блаженный Иероним упоминает, между прочим, о двух отшельниках, которых сам видел в пустыне Халкидонской. Один из них тридцати лет, тридцать лет питался только ящменным хлебом и пил грязную воду. Единственной пищей другого служили финики, которые его же дневно в количестве пяти штук бросали на дно старого водоема, где он жил. Помощряя плоть своей молитвой, суровыми подвигами у поста, решением физическим трудом, блаженный Иероним в пустынном уединении всего себя посвятил изучению священного Писания. Ануфрий Великий, 12 июня. Я открою тебе, брат, возлюбленный о себе, что я 60 лет пробыл в пустыне этой и никогда за это время не видал человека, который бы пришел ко мне, кроме братья, обитающие здесь со мною. В то время, как мы беседовали друг с другом, вошли три других, подобные святому старца, и тотчас они сказали мне, благослови, брат, ты, брат Пафнути, и наш сотрудник о Господе, ты предал погребению тело святого Ануфрия, радуйся, брат, что сподобился видеть великую благодать Божию. Господь возвестил нам о тебе, что ты сегодня придешь к нам. Господь повелел тебе пробыть вместе с нами один день. Вот мы уже 60 лет пребываем в пустыне всей, живем каждый отдельно, в субботу же воскресному дню, собираемся сюда, мы не видали человека, вот только ныне видим тебя единого. Памба, 18 июля, в начале своего инощества он, будучи неграмотным, пришел к одному из братьев, чтобы научиться у него псалмам Давыдовым, услышав в самом начале первый стих 38-го псалма, а именно, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Он не захотел слушать других стихов, но ушел со словами довольным этого одного стиха, если я научусь исполнять его на деле. И после уже не приходил к учителю, спустя 6 месяцев его увидал где-то учитель и спросил его, почему ты до сих пор не приходил ко мне. Памба ответил, не научился еще исполнять на деле того стиха. Потом, по прошествии многих лет, один из знакомых отцов спросил, он научился ли ты уже брат тому стиху? Памба ответил, 19 лет не переставая учился я едва привык на деле исполнять то, чему он учит. Хотя сначала святой Памба был неграмотен, но впоследствии он был умудрен Богом и хорошо знал Священное Писание. Даже для других он был умелым учителем. Пимен Великий 27 августа. Некий инок, услышав о добродетельном житии преподобного Пимена, пришел к нему из далекой страны, дабы видеть его и поучиться от него. Старец принял инока с честью, облабызали друг друга, сели. Инок начал беседовать со старцем от Божественного Писания, о вещах трудно разумеваемых, о которых говорится в Писании, и о предметах небесных. Отец же Пимен отвернув лицо свое молчал и не давал никакого ответа пришельцу. Инок тот долгое время говорил от Писания, но не получал ответа от старца, ибо он молчал. Потом инок вышел из кельи с печалью и сказал ученику старца, понапрасну я предпринял столь великий и трудный путь. Я пришел сюда ради не его, а его Пимена, но не сказал мне старцу, тот ученик сказал ему отче, ради тебя пришел все и честные муж, славный среди иноков страны своей. Почему же ты не сказал ему ничего? Старец отвечал, он от высших и говорит о предметах небесных, а я от нижних и могу говорить только о земном. Если брат пришедший к нам говорил о душевных страстях, о плотских немощах, то я отвечал бы ему, а так как он говорит о предметах небесных, то о них я ничего не могу сказать. Ученик выйдя от старца, пошел к тому иноку и сказал ему, знаю отче, что старец неохотно беседует от божественного писания, но если кто-либо начинает говорить с ним о страстях душевных, тогда старец отвечает, Кириак 29 сентября упражняет в чтении божественных книг с утра до вечера, с вечера до утра изучал Кириак Священное Писание. Кириак возгорелся духом и в сердце его проник страх Божий. Стал он стремиться к подражанию угодникам Божьим и помышлял о том, как бы ему уйти во святой град Иерусалим и там, отрехшись от мира, служить одному Богу. Святой Кириак наложил на себя очагобед глубокого умолчания и жил, затворившись в келье, как бы погребенный во гробе, на 10 лет. В то время оба монастыря эфимиев и феоктистов имели одинаковое общежитие и одно управление, держась устава великого Эфимия. Но враг произвел в сих монастырях возмущение и поселил между ними разделение и раздор. Опечаленный с ним разделением между монастырями, святой Кириак удалился в монастырь Сукийский, который основал и устроил преподобный Харитон. Всего же в Сукийском монастыре прожил он более 30 лет. Пожелав вести жизнь еще более строгую, Кириак на 70-м году от рождения удалился в пустыню. Он взял с собой одного ученика и путешествовал по пустыне много времени, не имея ничего для пропитания, ибо растительность той пустыни была чрезвычайно горькая. Тогда Кириак, освободившись от заботы, ушел из пещеры преподобного Харитона опять с Усаким на 99-м году своей жизни и провел там в безмолвии 8 лет. Когда мы ели, пришел левый и встал перед нами. Старежев встал, дал ему кусок хлеба, говоря, иди, стереги овощи. А мне сказал, видишь, и чадо всего льва, он не только стережет овощи, но и отгоняет отсюда разбойников и варваров. Злые люди много раз нападали на сие убогое место, но лев прогонял их. Исайя 66-5 Высушите слово Господа, трепещущее перед словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя мое, говорят, пусть я в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, что они будут, но они будут постыжены. Вопрос. Аминь. Аминь.